Добрый вечер! Это, я бы сказала, конферансье, артист. Сергей, расскажи про самую вкусную деятельность, которую ты сейчас ведешь, самая любимая. Деятельность концертного директора. То есть ты как конферансье и директор одновременно? Да, безусловно, да. Хорошо, самая крутая площадка в твоей истории, которая была, будет еще круче, естественно. Да, это Лужники, это спорткомплекс Лужники, действительно. Чей концерт? Это был концерт, посвященный Дню Города, то есть где была сборная солянка артистов, звезд шоу-бизнеса нашей. То есть ты всех собрал на концертной площадке Лужники, День Города. Респект! Ровно год назад. День Города 2017. Хорошо, а что в планах, что уже почти созрело? Взять две самые крутые площадки, это Крокус Сити Хоу и Кремль. Кремлевский дворец. Хорошо, а из артистов? На Дарреве финалист шоу «Голос» это Никита, звезда 90-х, а также наших дутыщных. Вот, и, ну, пока что так. Вот, это два человека, которые достойные. Достойный Сергея Веселова и его мастерской руки и мозга. Никита Шоу «Голос» на Дарреве. Я его ставлю как в приоритет как молодого, как талантливого, как профессионального молодого артиста данной сферы, так сказать. На втором месте, соответственно, как уже прожженный, так сказать, артист, уже талант, так же профессионализм. И, грубо говоря, за свою творческую жизнь он многого добился. Это Никита. Никита, его пиар-директором раньше являлся, ну, сейчас у нас по-новому пиар-директор, да, это Юрий Шмильевич Айзеншпис, который потом взял проект «Билана», вот, который «Сташевский», который «Технология», ну, и многие другие проекты прошлых лет. Да, один из известных – это Дима Билан. По ощущениям, артист без грамотного пиар-директора, по сути, будет, даже если он супер-талантливый. Вы знаете, на примере некоторых своих знакомых друзей, артистов, я бы сказал так, без концертного директора, без пиар-поддержки, без организационных моментов – это очень тяжело данному артисту, очень тяжело. Друзья, если вы хотите стать известными, я сейчас хочу процитировать мысли Сергея Веселова, если вы гениальны и талантливы, но хотите стать известными, вам нужен конферансье или продюсер априори. Я права? Всегда, всегда пускай обращаются, я всегда открыт для любого сотрудничества с артистами, и не только. Поставьте подпись и печать, чтобы они думали, что это я придумала. Мы готовы к сотрудничеству. Я поняла, что вы готовы, то, что нужен конферансье, как Дягилев, который русские сезоны по всему миру. Русский сезон – вот он, я, стою перед вами. Конферансье. Сергей Веселов-Гворцов. Шоу «Мэнс», Шоу «Вименс», Татьяна Пучкова, и благотворительный вечер. Фотболка дарит жизнь. Конферансье дарит сцену, большую сцену. Да. КОНФЕНА. Продолжение следует...